Вернуть как было. Жильцы девятиэтажки по проспекту Парковый 4 требуют восстановить несущую стену в подъезде их дома. Напомним, квартиру на первом этаже в буквальном смысле располовинили два месяца назад. Председатель местного ТСЖ через суд отобрала у жильцов одну из комнат под предлогом того, что в старом техническом паспорте она числилась как колясочная и квартира съемщикам якобы не принадлежит. Приставы-исполнители демонтировали стену бывшей гостиной, после чего жители верхних этажей потеряли покой. Продолжение истории узнала Елена Яговцева. Теперь мы просто боимся, чтобы эта стена не рухнула или еще что-нибудь там с нами не случилось. Мы настаиваем ее, чтобы эту несущую стену восстановили и убрали металлическую дверь. После удовлетворения иска коммунальщики вмонтировали в новоиспеченный колясочную отдельную дверь. Затем стали замуровывать проем между бывшей гостиной и спальней. Когда, лишившись части жилплощади, старшая хозяйка квартиры умерла, работы временно приостановили. Ее дочь решила во что бы то ни стало вернуть свои квадратные метры. Мама умерла, они прекратили дело. Ну, я убрала все эти блоки отсюда. Пройду через все инстанции, куда только возможно. И буду отстаивать свои права на эту комнату. Люди, живущие здесь более 30 лет со дня заселения дома, утверждают, что никакой колясочной в этом подъезде никогда не было. А вот родная несущая стена была всегда. К тому же, если одна из комнат когда-то действительно была местом общего пользования, то почему доступ в нее был не со стороны подъезда, а из квартиры жильцов? И разве может быть в так называемой колясочной такое большое окно? Я проработала главным бухгалтером 14 лет в конторе по обмену. Здесь никогда не было колясочной. Здесь была жилая квартира. Юрист Александр Попыванов говорит, что в решении суда значилось лишь, чтобы семья ответчиков освободила одну из комнат. А коммунальщики, демонтировав несущую стену и установив дверь, гроба превысили свои полномочия. По закону все это является общедомовым имуществом, и любая реконструкция возможна лишь при согласии всех жильцов. В данный момент ко мне обратились еще жители дома, несколько человек, с просьбой подать исковое заявление на ТСЖ Парковый 2 с требованиями о восстановлении данной несущей стены и признании действий ТСЖ в данном случае незаконными. Также юрист намерен заручиться помощью районной администрации. Параллельно жители решили обратиться с заявлением в прокуратуру. Тем временем семья Конопкиных, мать и двое сыновей 25 и 10 лет, ютятся вот в этой 12-метровой комнате. Среди груды мебели и пакетов с вещами. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.